Друзья, сараму алейкум, всем привет! Сегодня мы говорим о языковых навыках, а именно о навыке письменном. Напоминаю, несмотря на то, что обсуждаю я языковые навыки по отдельности, помним, что формируются и развиваются они вместе, почти что синхронно. А теперь к письменному навыку. Письменный навык является самым сложным языковым навыком, который приобретается дольше всего. В этом навыке у носителей нет преимущества перед неносителями, потому что письмо, подобное иностранному языку, внутри вашего родного языка, письмо является показателем умений, компетенций и знаний, в том числе и у носителей. Письменный навык — это активный языковой навык, то есть он формируется и развивается посредством активных действий. В письме ваша речь видна как на ладони. Если в устной речи мы многое друг друга прощаем, можно оговариваться, можно совершать какие-то ошибки, и к ним обычно относятся снисходительно, то в письме вся ваша речь, она хорошо видна. Да, конечно, у вас есть время на саморедактуру, у вас есть время подумать и так далее, но если у вас нет грамматических знаний, вы не знаете морфологию, вы не знаете синтаксис, вы не знаете правописание, то время, которое у вас есть на саморедактуру, в принципе, вам ничем не сможет помочь, потому что у вас просто нет таких знаний. Формироваться письменный навык начинает с элементарного копирования. То есть сначала вы просто переписываете тексты, диалоги, которые изучаете. Потом вы переходите к следующим упражнениям, вы начинаете описывать картинки и вы начинаете переписывать свою устную речь. То есть сначала вы с учителем проговариваете все эти картинки, вы описываете эти картинки устно, а потом уже самостоятельно вы делаете что-то подобное изложению. То есть то, что вы проговорили с учителем устно, теперь вы это еще раз пишете. После этого вы проверяете то, что вы написали вместе с учителем, исправляете все ошибки. И несмотря на то, что многие ваши ошибки или неточности, или какие-то стилистические, может быть, шероховатости, ваш преподаватель исправляет без объяснений причины, потому что не все можно объяснить, ввиду того, что на этом уровне вы еще не изучали грамматики, вы все равно начинаете фиксировать и подмечать какие-то закономерности. И потом уже позже, когда вы доходите до изучения грамматики, а это морфология, синтаксис и правописание, все уже становится на свои места. Позже вы начинаете писать сочинения и, конечно, уже начинаете писать самостоятельно. Очень хорошим упражнением, которое влияет на развитие навыка письма, также является огласовывание текстов, каких-то статей в интернете и так далее. Потому что, когда вы огласовываете текст, когда вы огласовываете какое-то предложение, вы разбираете его досконально. Ну, потому что вам это нужно, чтобы понять, где какие огласовки, где какие грамматические места и так далее. Таким образом, вы видите, как пишет автор, вы видите, как он строит предложение, и вы учитесь у этого автора писать. Конечно, сначала вы его копируете, используете какие-то его выражения, используйте какие-то его конструкции но не конкретного автора то есть многих авторов да вы это все копируете и позже у вас начинает вырабатываться собственный стиль то есть но все начинается с элементарного копирования шаг за шагом ну конечно самое главное для того чтобы грамотно писать нужно хорошо знать грамматику это еще раз морфология синтаксис и правописание напоминаю то что все четыре языковых навыка они поддерживают и укрепляют друг друга то есть когда вы выполняете упражнение которое фокусируется больше на каком-то одном навыке это не означает что она не затрагивать другие так например когда вы выполняете упражнение активного слушания то есть когда выписываете речь из мультфильмов новостных выпусков и так далее то у вас тоже формируется развивается навык письма в том числе потому что вы видите как отображаются все эти звуки которые вы слышите ухом вы видите как они отображаются на письме и это тоже формирует вашу грамотность когда вы читаете помимо того что у вас пополняется словарный запас и пассивный и активный что влияет и на разговорную речь в том числе ну на навык чтения естественно и на навык понимания кроме того это еще и влияет на вашу письменную грамотность то есть вы видите как пишут авторы у вас начинает формироваться вкус у вас начинают формироваться предпочтения и так далее да то есть все вот эти четыре навыка они влияют друг на друга поэтому обязательно помните что при изучении иностранного языка нужно соблюдать баланс и формироваться вот эти языковые навыки должны вместе ну почти что синхронно как я уже говорил ну ориентироваться в современном мире при изучении арабского языка и при улучшении письменного навыка особенно я рекомендую на такие международные организации которые работают со многими арабскими странами то есть где используется такой средний современный стандартный арабский язык да это может быть как вот организации оон такие вот большие да или там организации исламской конференции так далее да то есть или какие-то новостные агентства то есть смотреть как там пишут потому что эти новости они как бы рассчитаны на арабский мир в целом да и все там различные статьи различные указы может быть какие-то документы они ориентированы на весь арабский мир поэтому можно взять их как ориентир на этом все шукра начать губками то чтобы посмотреть так далее да это правило Продолжение следует...